Всем привет! С вами Камикадзе и сегодня мы продолжим изучать мод под названием Таумкрафт 4. Мы будем также продолжать изучать всякие записки исследований и уже в будущем получать из них исследования. И в самом начале я хотел бы попробовать изучить вот эти вот вещи, которые я сейчас набросал. Просто попробуйте, что получится. Да, у нас получилось изучить ведро. Мы получили 8 аспектов железа и один аспект пустоты в акулс. Древесный уголь. Да, даже древесный уголь нас получилось изучить. Попробуем светопыль, что у нас навряд ли получится. Да, как я и думал. Уголь мы изучили, то же самое, что и в древесном угле. И железный самородок сейчас попробуем. Так, у нас получилось изучить железный самородок. Скорее всего, получится изучить и железо. Да, действительно. Ну и что ж, сейчас все это уберу. Все, что я сейчас собрал, это мне сейчас не надо. Итак, переходим к изучениям, так сказать. Давайте-ка сейчас просто опять, как и в прошлой части, попробуем просто потыкать по всяким аспектам и попробовать что-то из них получить. И у нас получился аспект магии. Вот. Я, конечно, знаю, как он получается, поэтому я его сейчас сделал. Давайте-ка его сделаем еще немного, так как он нам понадобится, скорее всего. И что же. Ну, я не знаю. Давайте попробуем еще соединить землю с порядком. У нас ничего не получается со стеклом. Также попробуем с железом. С движением. У нас получился новый аспект. Да, я даже не ожидал этого, что земля плюс движение, это аспект путешествия, странствия и поход. Вот. Итак, в прошлой части я в самом конце вам показывал, что не надо много раз тыкать вот так-так, изучать все это. Это у вас будут тратиться ваши аспекты. Так вот. У меня вчера случайным образом получилось вот такое вот изучение. И как раз-таки хорошенько вроде бы это все сложилось. Я по воде тыкнул. Да. У нас все отлично сложилось. Давайте-ка тыкнем еще раз по воде. То есть, чтобы начать это изучение изучать, мы должны просто тыкнуть по воде, нажать зеленую стрелочку. И у нас получится такая записка исследований, очистка эссенции. Так, я не запомнил, где они находятся, находятся эти руны. Итак, все. Я примерно запомнил. Так, теперь убираем. Это убираем, это убираем, чтобы нам ничего не мешало. Так, так, так. Нам надо, чтобы ничего нам не мешало, просто надо все отодвигать как можно дальше, чтобы вообще не мешало. Иначе, если они будут стоять слишком близко, у нас ничего не получится. Также, когда мы перемещаем вот эти чернилицы с пером, то у нас... Ой, чернилицы с пером. Перемещаем руны, то у нас тратится чернилица с пером. Вот что я хотел сказать. Так что тоже вам не советую слишком часто тыкать. Мне-то можно, я вам просто показываю, обучаю вас всему, так сказать. И сейчас давайте подальше все это еще убираем. Вот таким вот образом. Главное, что я помню, где находится этот аспект. Вода. И так. И второй аспект у меня находится примерно вот он. Сейчас отодвигаем все это дело. Чтобы оно нам не мешало. Так. 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 Слишком много их здесь, могу вам сказать. Но в будущем будет еще намного больше их. Потому что, как сказать, исследования все лучше и лучше. Они, там, не знаю, некоторые наносят урон, так сказать. Вещи, когда мы их изучим. Так. И нам сейчас надо заправить чернилицы, так как они у нас закончились. Заправлять они так каким-то образом, как я вам сейчас показывал. И продолжаем дальше все двигать это дело. Чтобы нам ничего не мешало. Так. Ну, вроде бы я думаю, что вот так это вот сейчас додвигаю. И нам этого хватит. Вот. Так. Теперь активируем опять. И смотрите. Нам надо, чтобы у нас вот соединился не там, а вот тут вот. Вот так, а не вот с этой штукой. Ну-ка. Да, у нас получилось то, что я хотел. И очистка эссенции. Это магия. Да. Я угадал. Кликаем еще раз по магии. Двигаем вот эту вот руну. Она понадобится одна из тех двух. Заденем ее куда-нибудь вот сюда вот, чтобы она не соединилась с другой. Так. Достает. Достает. Все отлично. Используем опять магию. Ой. Нет. Я ошибся. Не достает. Что ж. Так. Ну, вроде бы тут сейчас не достает. И сейчас нам понадобится сокрафтить. Сделать еще один такой аспект магии. Используем. Да что ж за магия-то такая. Все. До меня доперло. В общем, было дело. Сейчас опять сделаем этот аспект. Где он? Потенция. Ордо плюс Игнис. Ордо плюс Игнис. Ордо плюс Игнис. Делаем. Побольше. Так. И нам еще надо также пустота. Как я помню. И. 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 Вот она. Айр плюс пердитю. Айр плюс пердитю. Пердитю. Ну что? А нет. У нас есть пердитю. Я очень испугался. Что у вас есть пердитю. Вот это все. У нас заканчивается аспект воздуха. А я вам потом еще кое-что покажу. Вот эти вот штуки, которые у нас там есть. Противы, которые вот они. Светятся. Кое-что вам еще покажу о них. Что я вам не показывал в той части. А и так. Это у нас аспект воды. Его надо вот. Чуть-чуть вот эту же руну надо сдвинуть. Я же говорил, нам их надо чуть подальше сдвинуть. Чтобы они нам не мешали. Кстати, я зря делал вот эти вот вакуусы по тенсии. Все же скрафт на себе парочку штук. Так. И изучаем. Та-дам. У нас получается вот такая вот штукенция в алхимии. Очистка эссенции. Здесь кто хочет, может почитать. Ээээ... Это... Как? Немного тут взято из Таункрафта 3. Вот это фильтр порчи. Но все же, эта штука нам особо и не понадобится. Давайте продолжим дальше изучать. Эээ... Так. Порох я не помню, мы изучили или нет. Сейчас посмотрим. Эээ... Я даже, честно говоря, не помню, где находится порох. Но, вроде бы, мы его не изучили. Сейчас посмотрим. Порох, порох, порох. Бегать. А, нет. Мы даже не будем изучать, так как у нас ничего не получится. Там Все, как сказать, точки расставлены Очень далеко и, так сказать, игра Не будет выиграна нами, то есть Это типа мини-игры, так сказать Давайте попробуем очить огонек Да, у нас опять получается Ту же адская печка Но смотрите, нам придется вот так продвигать Потом вот так, вот так, вот так Это все очень долго Это все очень далеко и нам пока что Это незачем, так же, смотрите Что я вам еще хотел показать У нас тут есть всякие аспекты, которые содержатся И у нас есть палочка Палочка у нас вообще ничем не заряжена А заряжается она очень легко Нам нужно будет побегать по миру Поискать вот эти вот узлы ауры И просто подходить к ним Вот, давай сейчас А, мы его не изучали Да, вот теперь мы его изучили Вот Так вот, в них есть очень много аспектов И мы будем заряжать просто Ну, палочку будем заряжать этими аспектами Мы просто подходим к этим узлам Нажимаем правую кнопку мыши И, как сказать, появляется такая магия Не знаю, шлейф такой, что ли Не знаю, как это назвать Но, в общем, вы это видите сейчас Своими глазами И тут вы можете заметить Вот в этом месте Что у нас заполняется палочка То есть там стрелочка Стрелочки И показывает, что заполняется у нас Вот, мы уже заполнили Полностью два раздела своей палочки Давайте-ка-то заполним еще что-нибудь Чтобы у нас просто в будущем было Также это, как сказать Эссенции понадобятся нам в будущем Для жезлов Таких, которые были в Томкрафте третьем Они будут использоваться немного по-другому Так, и почему-то у нас палочка заряжается Вот, они будут использоваться немного по-другому Нам придется То есть мы будем носить с собой всего лишь одну палочку А не несколько жезлов То есть это упросили, так сказать И мы будем просто одевать шарики на эту палочку И все В любой момент мы можем поменять на другую палочку Да, вот с одним жезлом ходим И меняем на хочет он, например Хотим замораживаем Хотим, ждем там огонь Так, и давайте-ка, ищем огонек Что у нас Вот, болтажники для жезлов Сейчас еще раз тыкнем Вот у нас две вот эти вот руны Нам их надо подставить вот таким вот образом Вот, он доходит до этой штуки А до этой не доходит То есть нам надо поставить вот эту еще одну Руну, чтобы это все дело соединилось Так, на болтажники для жезлов Просто берем, тыкаем Ну, думаю, движение нам не надо Все же попробуем Нет, не надо Скорее всего будет это хаос Разрешено Нет, я не угадал Просто берем, тыкаем Тыкаем Кстати, заметьте Сейчас я вам кое-что покажу Если это будет Я надеюсь, что это будет Вот, ну, у нас магия Ладно Мы получили аспект Магия То есть мы получили то, что нам он нужен Если я не ошибаюсь Я выдвинул именно ту руну Наверное, надеюсь, что я не ошибаюсь Так Пододвинем это дело сюда Нет, оно будет соединяется с этим Значит, надо вот так немного это двинуть А затем Вот эту пододвинуть А у нас опять закончились чернильцы Вам придется убивать очень много спрутов Так как этих чернильц Он понадобится очень много Каждый раз перезаряжать Это ужас будет Так Соединяем опять магию Нет, я все-таки ошибся, блин Ай, я лалка, короче Так, убираем эту фигуру Нафиг Так как это не та руна, что нам нужна Кстати, по-моему, сейчас все у нас получится О, нет О, боги У нас ничего не получилось Нам опять надо сделать парочку таких штук И у нас, как я говорил Вот эта штука соединяется Нам ее надо немного повыше отодвинуть Так как она намешает Вот И вот так Вот, да Набалдажники для жезлов Ура, новое изучение Та-дам И это набалдажник для жезлов Огненный, по-моему Ну, он самый первый Он у всех такой будет Так как это основа Вот И что же Мы тут видим А тут нам написано Всякая фигня Ля-ля-ля Вот тут написано Как их использовать Наденьте набалдажник на жезл Очень просто Нажмите F Когда держите жезл Или B на балдажник Будет одет на него Продолжайте нажимать F Для смены набалдажников Которые у вас есть Вот Просто будем нажимать на букву F Далее Сейчас вам покажу Первый крафт Из этого, так сказать Талмометра Этих жезлов Как это все делается Итак Нам понадобятся Эти самые Четыре огненных Кристалла Четыре кварца И один огненный шар Выкладываем это все Именно вот В этом верстаке Я уже забыл Как это все дело Выкладывается Так Так Да, все правильно делаю Понадобится Четыре кварца Кварц у нас есть В таком Моде Неи Его можно Их выносить так Ну я не знаю Где его там искать Я в общем Сделаю это вот так Попроще У меня как раз Есть кирка Я сейчас все дело Добуду Не просто лень Искать кварца Я вот Первым делом Уведем Кварцевую Руду Так сказать И все Также нам понадобится Такая штука Типа Чем стреляет Гаст Надеюсь я быстро Найду Так Это не сгусток Вот Огненный шар Он по-моему как-то Крафтится что ли Да Он крафтится Не так уж и трудно Один уголь Порох Огненный порошок По фигне Вставляем И что же Мы видим У нас тут загорается Такие вот штучки Сейчас уберу Вот у нас тут Есть такие Кругляшки Когда мы вставляем Последний Ингредиент для крафта У нас загорается Вот такие вот Штучки Что означает Что нам понадобится Аспект огня Сколько то там Непонятно Так как у меня разрешение Экрана Не в Full HD Мне нифига непонятно И аспект Пердитю Как раз мы сейчас Заряжаем свою палочку Для того чтобы мы Смогли скрафтить Вот так вот И набалдажем Для жезла И как видите У нас тут написано Что сколько у нас Там аспектов Воздуха Земли Огня И прочее И теперь мы просто Забираем Этот набалдажем Для жезла И берем Нашу Палочку Также хотел вам сказать Что смотрите У нас написано Игнис Икс 3 Это очень мало Зазначает Что наши Наши палочки Недостаточно Огня А На балдажем Скрафтили Огненный И поэтому Мы сейчас будем Селять огнем И нам надо Зарядить палочку На максимум В разделе Игнис Теперь Что мы делаем Мы берем нашу палочку В руки Жмякаем Буковку F Английскую Опа И у нас надевается На балдажем Даже есть такой звук Надеюсь Вы услышали Сейчас прибавлю Вот Какого-то звука Ну и давайте Сейчас все-таки Включим Чтобы Надеюсь Моем услышно Чтобы Вы слышали Что это Как этот звук Все будет идти И давайте Сейчас сделаем Ночь Чтобы было Это более-менее Красиво И попробуем И убить Не знаю Например В креативе Попробуем Так как У меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И потом Далее Идем Вот к этим вот Узлам Ауры Музыка Пошла Нафиг Подходим К узлам Ауры И опять Держаем Свою палочку Чтобы Снова Чтобы Снова Мы могли Стрелять Огоньком Все Мы зарядили Палочку И снова Можем Стрелять Да Вот так Это вот Делается И что же На сегодня Думаю Это будет Достаточно Так как Я вам Много Чего Показал Сегодня Да Ну и В общем Если вам понравилась Эта часть То вы Можете поставить лайк Подписаться На канал Если вы еще Не подписаны А с вами был Камикадзе Всем Спасибо за просмотр Всем Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok